Коллеги, мы с вами обсудим сегодня и текущие дела, и, естественно, поговорим о наиболее актуальных и острых вопросах. Начнем с ситуации вокруг Украины, вокруг Крыма. Сергей Викторович, что по этому поводу могли бы нам сказать и проинформировать о чем? Вслед за первой волной санкций в отношении физических лиц, которая состоялась несколько дней назад, президент Обама объявил о новых санкциях, которые касаются примерно 20 физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. В таких случаях в дипломатии действуют определенные правила, и мы готовим предложение об ответных мерах. Сколько физических лиц? Около 20. Надо держаться от них подальше, они нас компрометируют. Что касается финансового учреждения, насколько я понимаю, это такой средний банк. У меня там лично счета не было, но я обязательно в понедельник там счет открою. Какие еще есть информации по этому? Наши украинские соседи продолжают делать противоречивые заявления в том, что касается отношений с Россией. Ну, в частности, прозвучали заявления о том, что они то ли прекращают, то ли подвешивают свое участие в сотрудничестве независимых государств и собираются вводить визовый режим в отношениях с Россией. Ну, в этой ситуации, если это произойдет, мы тоже вам доложим наше предложение. Думаю, мы должны пока воздержаться от ответных шагов. И прежде всего это касается визового режима с Украины, потому что в случае введения нами визового режима с Украины пострадают вообще ни в чем не повинные миллионы украинцев, которые и так живут небогато и, работая в России, зарабатывают небольшие деньги для поддержки семей. Не нужно этого делать. Наши партнеры по Североатлантическому альянсу заморозили целый ряд направлений сотрудничества в рамках Совета России и НАТО. И в этой связи возникает один практический вопрос. У нас есть совместный проект, так называемый вертолетный проект, который финансируется совместно Россией и западными странами, и который направлен на то, чтобы помогать афганцам ремонтировать вертолетную технику советского и российского производства и готовить соответствующие кадры для того, чтобы на этой технике работать, ее обслуживать и так далее. Состоялся уже первый этап этого вертолетного проекта, достаточно успешно. Все считали, что он помогает афганцам укреплять свои возможности, обеспечивать собственную безопасность. Сейчас наступил этап финансировать уже вторую часть этого проекта. И в свете того, что партнеры пытаются заморозить сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, я бы тоже хотел посоветоваться, как нам быть в этой ситуации. Это сотрудничество нужно продолжить, несмотря на то, что партнеры из НАТО собираются заморозить наше взаимодействие. Полагаю, что эта работа представляет интерес для всех нас, и нам нужно укреплять действующее в Афганистане правительство. Прошу вас здесь ничего не прекращать, а правительству предусмотреть соответствующее финансирование, которое предусмотрено из российского бюджета. Вы знаете, что на вчерашней встрече с генеральным секретарем ООН Пан Гимун ставил вопрос о миссии ОБСЕ и наблюдателей из ООН в восточной и юго-восточной части Украины. Я просил бы вас эту работу с партнерами продолжить и найти решение. Мы уже практически согласовали проект решения постоянного совета ОБСЕ, причем обеспечили, что в перечне тех регионов Украины, куда будет направляться миссия наблюдателей ОБСЕ, включены не только юг и юго-восток Украины, но и западные и центральные области, где, собственно, за последние месяцы происходили инциденты очень неприятные. И второе, мы в этом решении согласовали как лимиты численности наблюдателей, так и, как я сказал, регионы, куда они будут направляться. Любое изменение этих договоренностей в сторону увеличения как мониторов, так и регионов будет подлежать дополнительному решению постоянного совета ОБСЕ. Мы будем исходить из вашего указания. И теперь вопрос к Сергею Кожугедовичу по поводу ситуации вокруг воинских подразделений украинской армии в Крыму. За вчерашний день 72 части практически целиком полным составом приняли решение директива вооруженности в России. Над этими частями сами и командиры, и их подразделения офицеры, которые были в российских планах. И мы, безусловно, занимаемся тем, что оправляем и офицеры, и личный состав, проходящий службу в этих частях, и по гражданству, и по связи с подписанным вами вчера решением о признании и звании, и образовании по офицерам. Вторая часть нашей работы заключается в том, что все это происходит на абсолютно добровольную основу. Мы предлагаем, собственно, три направления дальнейшей жизни личного состава этих частей. Первое – это если есть желание служить в армии России, мы, естественно, предлагаем место службы. Если у человека нет желания продолжать службу в армии России, но остаться в Крыму, то такая возможность тоже есть. И, наконец, третье – это если человек хочет продолжать службу в армии Украины, ему также представляются все возможности, он свободно может выехать из Крыма для продолжения службы в других регионах в частях армии Украины. Такой случай у нас, в качестве примера, командование 8 регионов обороны приняло решение о том, что они хотели бы продолжить службу в украинской армии и выехать с территории Крыма. Им предоставлен транспорт для семьи, для вещей, для того, чтобы они могли благополучно перебраться на территорию Украины. Вот, особо хотел бы отметить подписанный вами вчера указ о возрождении Черноморского высшего военно-морского училища. Оно также вчера приняло присягу и в полном составе, включая трассантов, продолжит работу уже как высшее военно-морское училище имени Нахимова, и тут я бы также хотел отметить один значительный факт, это то, что мы предлагаем слушателям от украинской армии продолжить обучение в этом учебном заведении, дабы завершить обучение, получить соответствующий диплом и дальше уже выбирать свой дальнейший жизненный путь. Хорошо, Сергей Кужуевич, прошу вас обеспечить доброжелательное, уважительное отношение ко всем людям, какое бы решение они ни приняли.